МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ремонт дорог, благоустройство и проблемы ЖКХ. Владимир Ружицкий провел очередную встречу с жителями. День пожарной охраны отметили в Люберцах. Показательные учения и выставка техники прошли у Дворца спорта Триумф. Спортивный забег, мастер-классы и концерты. Что ждет люберчан на 1 мая? Прошел всероссийский турнир по художественной гимнастике. В честь Люберц на нем отстаивали 15 спортсменок. Весенний вернисаж. В Люберцах провели фестиваль-конкурс молодых стилистов. И мы начинаем. Митинг в память о ликвидаторах чернобыльской катастрофы прошел в Люберцах у часовни всех святых на Октябрьском проспекте. Провели литью по погибшим и возложили цветы. На митинге помимо жителей и представителей власти присутствовали очевидцы катастрофы. Напомню, всего в Люберцском округе проживают около 300 ликвидаторов аварий на Чернобыльской атомной электростанции. В Люберцах на митинге собрались не только ликвидаторы последствий той катастрофы, но и молодежь. Школьники, юнормейцы, а также многочисленные жители. Глава округа в этот день выразил слова благодарности всем, кто причастен к событиям тех лет. Сегодня я хотел бы сказать слова благодарности всем, кто принимал участие в ликвидации вот этой аварии в Чернобыле. У нас таких людей из Люберецкого района в те годы, по-моему, было 267 человек. Сегодня у нас есть актив, совет чернобыльцев, который Иван Григорьевич возглавляет. Это более 360 человек. Несмотря на проливной дождь, в этот день у часовни всех святых собрались десятки жителей. Там священнослужители провели литию по погибшим. Далее митинг продолжился у памятника, посвященному участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Он был установлен в прошлом году представителями Люберецкой общественной организации «Союз Чернобыль». Свидетели тех событий вспоминают то время с горечью. Некоторые из них были еще мальчишками. Сергея Соловьева, например, тогда только призвали на службу в армию. Семь суток мы там жили, не выезжая. Спали в подвале, так называемом, бункере. Охлаждали реактор азотом круглосуточным. Было у нас шесть солдат, два прапорщика и капитан Полянский. После семи суток, проведенных на месте аварии, Сергея Соловьева со служивцами отправили в госпиталь, где на протяжении месяца лечили от лучевой болезни. Напомню, от событий 1986 года, когда ядерный взрыв уничтожил не только электростанцию, но и наложил свой отпечаток на жизни и судьбы многих людей, нас разделяет всего лишь 32 года. К другим темам. Отсутствие тротуаров и площадок для выгула собак, плохое качество дорог и вопросы организации дорожного движения. Все это и многое другое волнует люберчан. Накануне с ними встретился Владимир Ружицкий. Мероприятие состоялось в 10-й школе. Все подробности у Анны Троян. Ямы – это плохая характеристика. Желательно не должно быть ям. Это только мы об этом говорим, о ямах. Мы будем стремиться, чтобы ям не было. И стоит задача за май месяц максимально ямочный ремонт в городском округе завершить. Объем работ по ямочному ремонту в 2018-м масштабный. Только за первые 4 месяца года дорожникам удалось сделать 2500 выбоин. С такой информацией встречу с жителями начал Владимир Ружицкий. Также глава отметил, что в 2018-м в округе предстоит обустроить более 4000 парковочных мест. И как оказалось, именно дороги волнуют люберчан больше всего. У нас улица Зеленая. И между Новой и Парковой у нас дорога не сделана совершенно. Мы живем там 10 лет. И я так полагаю, что ее и до этого ни разу не делали. Улица Парковая тоже у нас в ремонте в этом году. А вот тот перешеек, мы попробуем его, про то, что вы говорите, мы его посмотрим. Мы его хотим сделать собственными силами, как там у нас получится по программе. Мы попробуем его сделать. Но во всяком случае там тоже будет ремонт. Не менее важная тема для жителей Люберец – площадки для выгула собак. Ее в этот вечер затрагивали неоднократно. Горожанам негде проводить время с питомцами, а многие и вовсе за ними не убирают. Проблема выгула собак в Люберцах существует по той лишь одной причине, что где-то организовать места для выгула собак в Люберцах крайне сложно. Все предельно застроено. Тем не менее, такие команды даны. Будем заниматься вместе с вами. Если вы видите, есть место, подходите, пишите. Я сегодня в социальных сетях присутствую. Есть почта. Кроме того, на встрече жители поселка Калинино пожаловались на отсутствие печатных киосков. Как выяснилось, они начнут свою работу в течение ближайших двух месяцев. Также люберчане взволнованы отсутствием тротуаров во многих частях микрорайона и организации дорожного движения на улице Кирова. А те, кто живут на Октябрьском проспекте, отмечают большое количество фур на дороге. У нас даже есть постановление, что в дневное время суток фуры запрещено. Да, Эдов Семенович? Вот встань, скажи, какие у нас перспективы? Начинается строительство и выделены федеральные деньги на дорогу вокруг Октябрьского, поселка Октябрьского. Это уже снимет большое количество фур, которые сейчас идут напрямую. Что касается вот этих фур, которые сейчас есть, которые нарушают право дорожного движения. Во-первых, с ГАИ плотно работаем по этому вопросу. Через месяца три, вот я сегодня был только, у нас весь Октябрьский проспект практически будет в видеофиксации. Однако на встрече в 10-й школе в адрес главы прозвучали и многочисленные слова благодарности. Жители поселка Калинино рады открытию новых детских садов и игровых площадок, спортивного стадиона. А самые активные люберчане даже выступили с интересными предложениями. У нас двор позволяет, очень зеленый, готовый у себя разместить такую небольшую мини-сцену. И сами показывать фильмы, кино, чемпионат мира. Все вопросы и предложения, поступившие от жителей, занесли в протокол. В следующий раз руководство округа встретится с люберчанами 23 мая в Красковском культурном центре. Анна Троян, Медирозянко и Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Каждая яма на учете в Люберцах зафиксировали и оцифровали почти 3000 дорожных неровностей. Это было сделано в рамках подготовки к ямочному ремонту дорог. Сейчас он идет полным ходом. Уже ликвидировано порядка полутора тысяч ям. За ходом работ на пересечении улиц Шоссейная и Московская наблюдала наша съемочная группа. Фрезеровать асфальт и ускорить темп работы. Такую команду дал Владимир Ужицкий дорожной компании. Сроки поджимают работы много. А самое главное, в связи с дачным периодом в разы возрастает потребность водителя в использовании дорог. Мы каждый день должны эту работу наращивать, потому что от ям надо избавиться. Потому что многие жалуются, особенно когда дождь перешел. Ям уже не видно, когда там лужа. И люди там колеса могут в этих ямах оставлять. Владимир Ужицкий также подчеркнул, что обо всех ямах на Люберецких дорогах жители могут сообщить ему через Инстаграм или используя другие способы связи. Например, портал Добродел. На сегодняшний день уже устранено 70% от установленного норматива. Все эти ямы оцифрованы в программе СКПДИ. В том году мы работали в программе дороги Подмосковья. Оцифровано было около 5000 ям и выполнен ремонт. В этом году планируется 3000 ям на территории Центр, Восток. Однако автовладельцы, несмотря на выполненные дорожными компаниями нормативы, остаются недовольны состояниями дорог. Очень плохие дороги у нас разбиты, ямы. Постоянно после зимы выбоины идут. Так асфальтируют безобразно. Одни колдобины, одни рытвины. Вот сейчас залатают. На следующий это осень или будет весна. Будет то же самое. Каждый год одинаково по весне. Как только снег стаял, сплошные вот такие большие отверстия, которые создают проблему для автомобилистов. На сегодняшний день уже оцифровано порядка 2700 ям. Отремонтировано около 1500. Полностью привести дороги в порядок планируется к 20 числам мая. Мария Кузьмичева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Между тем, работу управляющих компаний Подмосковья оценят по рейтинговой системе. Первые результаты планируют подготовить уже к 1 июля. А до 25 мая госжилинспекция региона утвердит методику, по которой ведомство сформирует сам рейтинг. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин. На интернет-портале Добродел жители Московской области выбрали 10 показателей рейтинга. Голосование затронуло все 940 управляющих компаний, которые работают на территории Подмосковья. В опросе горожане определили и критерии оценки организации, обслуживающих многоквартирные дома. В нем поучаствовали около 19 тысяч человек. Стоит отметить, что по каждому показателю есть методика расчета. Рейтинг должен стать рабочим механизмом для исключения нерадивых управляющих компаний. Первый рейтинг работы организации опубликуют ориентировочно 1 июля. Работы коммунальщикам добавила стихия. Из-за урагана, который обрушился на Подмосковье в прошедшие выходные, в области частично обесточено 48 населенных пунктов. В основном это произошло в северных и северо-западных муниципальных образованиях. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В Люберецком же округе ураганный ветер сильного урона не нанес, однако некоторые последствия все-таки оставил. В социальной сети просто пестрят хрониками прошедшего ураганного ветра и ливня. Вот, например, некоторые кадры с видеорегистратора, где видно, что ели у Люберецкого дворца культуры просто не выдерживают порывов ветра. Или вот, в одном из аккаунтов в Инстаграм пользователь пишет. В городке А дом 12 во время урагана дерево упало на жилой дом. Через 15 минут после завершения дождя прибыли службы и распилили дерево. Также очевидцы произошедшего нашлись и в оффлайне. Был сильный ветер, я на улицу не выходил, потому что боялся свою безопасность и все могло произойти. Здесь, мне кажется, район такой. Ни деревьев старых нет, ни конструкций таких нет. Поэтому как-то вроде бы все слава богу. И в прошлый Буран все тут обошлось в этом районе. Однако в других микрорайонах последствия урагана остались. Например, автомобили также пострадали от ветра. Во многих дворах деревья падали прямо на них. В устранении последствий урагана на территории округа было задействовано более 150 человек и 15 единиц спецтехники. Во время урагана во дворах, в парках, на улицах округа было сломано и повалено 122 дерева. Из них 59 деревьев на придомовых, 36 на частных, 20 деревьев в парках и скверах, 5 деревьев на территориях общеобразовательных учреждений и 2 в учреждениях здравоохранения. Помимо деревьев пострадало более 150 метров ограждений, а также произошло около 30 обрывов сетей уличного освещения. Аварийным бригадам пришлось устанавливать электроснабжение в четырех частных жилых домах. Они работали в круглосуточном режиме. Как сообщают синоптики, повторение подобных погодных условий в ближайшее время не ожидается. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Инспекторы Госадомтехнадзора, а также представители РЖД проверили состояние железнодорожных путей. Они обследовали территорию от станции Ухтомская до Малаховки на предмет чистоты. О результатах рейда наш следующий сюжет. Вот сейчас мы приближаемся к станции Томилина. У станции Томилина на железнодорожных путях слева и справа сама территория красивая. Вообще не видно никаких навалов мусора. На протяжении всего маршрута у инспектора Госадомтехнадзора не возникло особых нареканий. Иногда в поле зрения сотрудника надзорной деятельности попадал мелкий мусор. Участок железной дороги, охватывающий пять станций, заместитель начальника территориального отдела осматривала две недели назад. И уже сейчас она отмечает положительную тенденцию. Территория приведена в надлежащее состояние. Приятно ехать по такой дороге. Все смотрится просто замечательно. Однако без ложки дегтя не обошлось. Как и ранее, инспектор Госадомтехнадзора отметила неудовлетворительное состояние вдоль ограждений железной дороги. У ограждения ОАО РЖД, но с обратной стороны, со стороны жилых домов, все-таки мы выявили навалы мусора, ну мелкого такого бытового мусора, пустые стеклянные бутылки, банки, разовую посуду, веточки от деревьев, ну все, что вскрылось после снега. В настоящее время ОАО РЖД выдано уведомление о явке в Государственный административно-технический надзор. За ненадлежащее состояние территории, прилегающей к железной дороге, компании грозит денежный штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей. Отвлечемся от повседневных тем и перейдем к праздничным. В округе отметили День пожарной охраны. У Дворца спорта «Триумф» люберецких огнеборцев и спасателей не только поздравили, но и вручили им благодарственные письма и награды. А они, в свою очередь, подготовили для гостей мероприятие целую развлекательную программу. В Люберецком пожарно-спасательном гарнизоне сегодня более 350 человек. У Дворца спорта «Триумф» в праздничном построении приняли участие курсанты, ветераны службы, школьники и, конечно, действующие сотрудники. Большинство из них трудится здесь уже не первый год. Как Виталий Глушков. Он работает в этой службе уже 10 лет. Была мечта с детства. Пришел в пожарную часть и что-то, наверное, в душе отложилось у меня. И решил для себя стать пожарным. И я ни грамма об этом не жалею. Я знаю о том, что я помогаю людям. То, что моя помощь им нужна в каких-то экстренных ситуациях. Я знаю то, что кроме меня им никто больше не поможет. В этом году пожарной службе исполнилось ровно 100 лет. В этот день многие удостоились наград и памятных подарков. С профессиональным праздником Люберецких пожарных также пришел поздравить и глава округа. Я вам искренне желаю, чтобы желательно вы находились, скажем, в своих гарнизонах, на рабочих местах. Желательно, чтобы ваши выезды были минимизированы. Я искренне вам пожелаю, чтобы в ваших рядах, как говорят военные, не было бы физических потерь. Это тоже очень важно. Поэтому, друзья мои, с праздником, здоровья, благополучия. Люберецкие пожарные в этот день подготовили для гостей целую развлекательную программу. Помимо показательных учений провели смотр техники. Любой желающему прокатиться, например, на коленчатом подъемнике. Всего же в Люберецком пожарно-спасательном гарнизоне 40 спецмашин. Ежедневно на дежурство их заступает 12, а также более 50 сотрудников. Как отметил Павел Иванов, в этой работе самое главное – коллектив и преданность делу. Просто так быть пожарным невозможно. Надо жить этой профессией, этой работой, любить ее. Мы ее все любим, уважаем нашу пожарную охрану, всячески стараемся поддерживать боеготовность подразделений. Ну и заботимся о личном составе, заботимся о своих ветеранах. Отмечу, на этот праздник приходили целыми семьями, чтобы поздравить пожарных с их профессиональным праздником. Желаем, чтобы было меньше пожаров, чтобы у них все было хорошо, чтобы машины всегда были в строю, все всегда было на готове. Пожарным желаю сухих рукавов, чтобы было меньше пожаров, а всем их больше счастья. Мария Антонова, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. Кстати, на минувшей неделе пожарно-спасательному посту номер 231 в Краскове исполнилось 5 лет. Так как этот маленький юбилей совпал со столетием пожарной охраны России, то в честь двойного праздника на территории Люберецкого подразделения Мосублпошспас торжественно открыли памятник, отреставрированный пожарный насос середины прошлого века. Этот раритетный экспонат нашли на территории городского округа Люберцы. Ручной пожарный насос, которым пользовались еще в довоенное время, много лет пролежал в земле. Теперь отреставрированный и почти как новый, он занимает почетное место на территории пожарно-спасательного поста номер 231. Вот этой мотопомпой работали еще на заре свое существование советской пожарной охраны. Техники как таковой не было, поэтому мотопомпу вывозили на гужевой тяге и при помощи нее подавали воду. За вековую историю пожарной охраны изменилось многое. От техники и оборудования до создания различных подразделений, отвечающих за безопасность граждан. Совсем недавно, пять лет назад, в поселке Коренева разместилась пожарная часть территориального управления Мособлпошспас. Здесь, в ежедневном и круглосуточном режиме, стоят на страже спасения человеческих жизней. Ежедневно наступает на дежурство четыре человека. Один водитель, начальник караула и два добровольца. Сигналы тревоги, они выезжают на пожар, так же, как обыкновенные пожары, экипированные. Но есть свои ограничения в действиях добровольца. За самоотверженный и благородный труд и в связи с празднованием пятилетия со дня основания пожарно-спасательного поста ряд сотрудников Люберецкого территориального управления Мособлпошспас получил благодарственные письма и почетные грамоты. Луиза Игязырян, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. Вернемся к текущим событиям. Управление Роскомнадзору по Центральному федеральному округу провело семинар для журналистов. Стоит отметить, это уже не первая подобная встреча, которая проходит в Люберцах. Прежде всего, такие семинары направлены на профилактику нарушений законов средствами массовой информации. 714 нарушений законодательства в деятельности редакции СМИ и вещательных организаций. И 183 случаи ограничения работы более года. Увеличение числа недействующих средств массовой информации. Такой итог нарушений за первый квартал. В администрации прошла встреча Роскомнадзора с представителями средств массовой информации Московской области. Тема семинара – профилактика и снижение количества допускаемых нарушений со стороны СМИ. В результате снижения количества проводимых проверок мы пытаемся достигнуть требуемого уровня законности по надзорной среде путем проведения различных профилактических мероприятий и разъяснения требований законодательств для того, чтобы их просто не допускать. На семинаре обсудили темы изменения законодательства, а точнее порядка регистрации СМИ. Если раньше необходимо было получать бумажное свидетельство, то теперь этот факт будет подтверждать выписка из реестра. Процедура занимает 30 рабочих дней. Больше не существует такой процедуры, как перерегистрация СМИ и внесение изменений свидетельства о регистрации СМИ. Теперь эта процедура называется внесение изменений в запись о регистрации средств массовой информации. Деятельность журналиста и работа редакции напрямую связана с законом о персональных данных. Теперь допускается обработка персональных данных, если это необходимо для осуществления профессиональной работы журналиста. Семинар проходил в форме оживленной беседы. Представители СМИ активно задавали волнующие их вопросы. После они поделились своими впечатлениями и наблюдениями. Я поняла, что по крайней мере Роскомнадзор по ЦФО достаточно такой лояльный к журналистской работе, понимает ее смысл. И что он, если мы окажемся в какой-то такой ситуации вопросительной, нас поддержит. Нам было приятно, что это был диалог. Во всяком случае, мы спорили, мы пытались находить ответы на наши вопросы. Сейчас СМИ является оператором обработки персональных данных. Это для нас новинка и нужно будет опять почитать, подумать, чтобы не нарушать этот закон. В ходе беседы представители СМИ задали множество вопросов, которые не имеют однозначного ответа. А решения их проходят в индивидуальном порядке. Возможно, ответ на них найдется к следующему семинару, который состоится совсем скоро. Мария Гузмичева, Дмитрий Родзянко, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. И еще один семинар только на этот раз для школьников. Ученики медицинских классов гимназии номер 16 и врач-стоматолог Наталья Феоктистова Поговорили об официальной и традиционной медицине, обсудили, что в лечении пациента главное и на что обратить внимание, помимо основных симптомов заболевания. Встреча прошла в формате круглого стола. Врач или пусть то медсестра, даже человек, который просто убирается, это санитар, занимается, наверное, определенным искусством. Потому что мы сохраняем тело человека. И не просто тело человека, но еще и его душу. О том, что лечение искусства, в аудитории прозвучало не раз. Расширять кругозор будущих врачей учителя гимназии начали давно. Но круглые столы – новый формат общения ребят. В гимназии номер 16 есть ряд профильных классов. Среди них два медицинских. Участие в беседе приняли почти 50 учеников. Они задавали вопросы и даже вступали в полемику с доктором. Что, например, если сам пациент, например, не желает вылечиться или не думает, что это возможно? Вы можете обойти кучу врачей и кучу светил, а не получить то, за чем вы пришли. Если на самом деле вы не нашли того доктора, которому действительно доверились и поверили в то, что он сможет вам помочь, он сможет вас излечить. Большинство участников круглого стола уже знают, какими они станут врачами. Однако далеко не все имеют такую возможность – познакомиться с профессией, будучи школьником. Очень часто родители говорят о том, что вот ребенок не знает, куда пойти. Вот ребенок думает, и вот мы там думаем. Ну вот, наверное, и стоит провести такие вот круглые столы. Там отвезти в больницу, в леклинику, чтобы они почувствовали внутри себя, что сидит то желание, которое вот сейчас вот вдохну и стану вот врачом, и буду лечить, и буду наслаждаться, и буду радоваться, и дарить всем радость. После окончания беседы доктора буквально окружили слушатели, продолжая задавать вопросы. По их просьбе, следующие круглые столы теперь пройдут на другие темы. Имплантология, нейрохирургия, а некоторые из них заинтересовались даже основами китайской медицины. Мария Антонова, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. И еще немного о медицине. Всероссийский день донора прошел, однако это не значит, что сдавать кровь больше не нужно. В ней, как отмечают специалисты, сохраняется большая потребность. Молодые активисты округа решили сделать благое дело и пришли на Люберецкую станцию переливания крови. Кстати, некоторые из них стали донорами впервые. Стать донором можно с 18 лет и до неограниченного возраста. Все зависит от состояния здоровья. Ашот Маргарян, например, учится в университете и только сейчас решил впервые сдать кровь тем, кому она необходима. Однако одного желания мало. Сначала каждый потенциальный донор сдает кровь из пальца для определения группы. А также проходит осмотр у врача, где выясняют, нет ли противопоказаний для кровоотдачи. Противопоказаний очень много. На первом плане это идут у нас аномии, низкий гемоглобин. Конечно, это связано с неправильным питанием. Поэтому очень большой процент отводов связано с аномиями. Ну и ряд других заболеваний, очень много заболеваний. Но если никаких противопоказаний все-таки нет, донор выпивает чай и может смело идти в процедурный кабинет. В среднем у человека забирают 450 миллилитров крови плюс 20 миллилитров на обследование. Повторно можно прийти примерно через два месяца. На самом деле впечатление очень хорошее. Да, это в первый раз у меня было. Я думал, что это очень страшно на самом деле. Но когда я уже лег, и у меня начали брать кровь из вены, я понял, что ничего в этом страшного нет. И я даже веселился с ребятами, и было очень весело. Кстати, каждый донор единовременно получает 620 рублей, а также справку на два дня отгулов. Но если сдать кровь 40 раз, можно получить звание почетного донора России, которым положены многочисленные льготы. От бесплатного проезда на общественном транспорте до 50% скидки на оплату коммунальных услуг. Но все же самое главное в донорстве – это помощь тому человеку, которому кровь жизненно необходима. Донор переводится слово «дарить». Значит, человек дарит свою кровь во имя спасения. Очень много заболеваний, где она нужна. Это заболевания крови, онкология, операции все проводятся тоже с применением. Или плазмы, или красной крови, ромассы. То есть люди должны друг друга как-то выручать. Вреда от сдачи крови нет. Однако желающих стать донором, по словам заведующей, с каждым годом все меньше. И в целом ситуация только ухудшается. Как отметила Нина Сидорова, донорство так же, как и кровь, должно обновляться. И важно, чтобы именно молодое поколение приходило на станции переливания. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Мы продолжаем наш выпуск. Праздник весны и труда в этом году будет богат на развлекательную программу. На Первомай в округе пройдут спортивный забег, мастер-классы, концерты и еще много всего интересного. Подробности далее. В этот день в Центральном и Наташинском парках пройдут развлекательные программы. Они продлятся с 10 утра и до 6 вечера. Спортивные забеги, тренировки на свежем воздухе и многочисленные мастер-классы для детей и взрослых также станут частью развлечений в парках культуры и отдыха. Помимо этого, в Центральном состоится еще и открытие новой входной арки. А у Люберецкого дворца культуры пройдет большой праздничный концерт «Звени, играй, веселый май». Начало в 12.00. Также одним из интересных мероприятий будет выставка достижений народного хозяйства. Таким образом, впервом май каждый сможет найти для себя что-то интересное. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Ну а после 1 мая нас ждет День Победы. В Люберцах пройдет акция «Бессмертный полк». Построение колонны назначено на 11.30 на улице Власова. Далее шествие проследует по улице Кирова до Центрального парка, сообщает Ряма в Люберцах, цитируя главу округа Владимира Ружицкого. Отмечу, в прошлом году в шествии поучаствовали более 450 тысяч жителей московского региона. К акции «Бессмертный полк» традиционно присоединится и городской округ. До 4 мая во всех отделениях МФЦ жители смогут распечатать и заламинировать фотографии для участия в масштабном шествии. Для этого заявителю нужно предоставить фото в любой многофункциональный центр муниципалитета. Специалисты подготовят материал в течение трех рабочих дней. После чего сотрудник сообщит по телефону о готовности услуги. Напомним, в 2017 году, 9 мая, несмотря на небогоду, свыше 30 тысяч жителей Люберц прошлись в колонах бессмертного полка с портретами своих родных, которые погибли, защищая родину. Анна Троян, телеканал ЛРТ. И в продолжение темы. 9 мая уже начали отмечать в Люберцах о великой победе через песни поколений. Концерт с таким названием прошел во дворце детского и юношеского творчества. Коллектив «Оранжевое небо» подготовил для гостей целую концертную программу. Они не только исполняли песни о Великой Отечественной войне разных лет, но и знакомили гостей с предысторией, каждый из них. С чего начинается Родина, с заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что по поле, под ветром склоняясь, растет. Такие известные и любимые песни исполнили в этот вечер воспитанники эстрадно-вокального коллектива «Оранжевое небо». Юлиана Андрианова обучается здесь уже пятый год. За время репетиции песня «С чего начинается Родина» стала, по ее словам, одной из любимых. Для нас очень важно знать историю, так как мы живем в этой стране, и мы должны знать ее историю. Мы будем ее рассказывать своим детям, она нам пригодится. А эта песня показывает смысл, отвечает на наши вопросы жизненные, с чего начинается Родина. Программа, посвященная подвигу наших предков, была наполнена музыкой как разных лет, так и разным настроением. По словам руководителя коллектива, сами дети выбирали репертуары и стали инициаторами проведения концерта. Мы всегда реагируем на вот эти вот душевные порывы наших детей. Вот именно почувствовав, что когда мы рассказывали о песне, одну из песен, которую предложили для разучивания, они проявили интерес, они каждую репетицию, давайте ее петь первой, давайте ее петь первой. Вот когда мы почувствовали и поняли, что детям это не то, что не безразлично, им это очень интересно, тогда мы и решили, что давайте сделаем именно такой концерт, именно такую концертную предпраздничную программу. В этом концерте принимали участие дети самых разных возрастов. Так ученики от 2-го до 11-го класса стали исполнителями военно-патриотических песен концерта о Великой Победе через песни поколений. Вся команда цела и машина пришла, на честном слове и на одном крыле. Сейчас в учебных заведениях идет множество мероприятий, посвященных Дню Великой Победы. Так, в Люберецкой школе номер 9 прошел военно-патриотический фестиваль «Нам этот мир завещено беречь». На нем школьники показывали творческие номера, читали стихи и представляли исследовательские работы. В Люберецкой школе номер 9 дети одеты во фронтовую форму. Это часть их подготовки к уже ставшему традиции военно-патриотическому фестивалю под названием «Нам этот мир завещено беречь», который проходит в преддверии Дня Великой Победы. Об этом мы должны говорить всегда, мы должны помнить подвиги, победы наших дедов, наших бабушек. Здесь не только лично мое желание, да, это желание педагогов, это желание ветеранов, это даже желание детей. Фестиваль объединяет детей из разных учебных заведений. Например, Ксения Типикина приехала на праздник из 48-й Малаховской школы. А вообще для школьников, для детей важно участвовать в таких военно-патриотических мероприятиях? Да, чтобы каждый из детей помнил и знал о том, что было. И благодаря героям и ветеранам мы сейчас живем без боя, и все хорошо. Почетные гости праздника – ветераны Великой Отечественной войны. Мария Воробьева приехала рассказать ребятам об опасностях военного времени. Пусть помнят, помнят, как говорится, пока живы, пусть все помнят, запоминают. Это очень-очень опасно их было. В программе фестиваля творческие выступления, где ребята поют песни о войне, лектории по исследовательским работам, которые школьники готовили на основе известных исторических данных, а также чтение стихов. Старушка в цветастом платье у иконы свечу зажгла. Я не знаю, как написать ей, чтобы она тебя не ждала. Мы приглашаем всегда на это мероприятие ветеранов, ребята соседних школ, творческие коллективы, чтобы они воочию, скажем так, прониклись действительно тем временем, той действительно настоящей победой. И когда они находятся в сюжете, скажем так, да, они действительно проживают всю сердцу. По официальным данным, в Великой Отечественной войне погибли более 26,5 миллионов советских граждан. 9 мая россияне будут отмечать 73-ю годовщину победы. Готовятся массовые мероприятия. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Между тем, Люберецкая школа номер 11 отметила свой юбилей. 80 лет дарить детям знания – это большой труд и большая заслуга. Поздравить педагогов и ребят пришли и выпускники прошлых лет. Мероприятие посетил также глава округа Владимир Ружицкий. Он вручил школе сертификат на приобретение техники для компьютерного класса. 11-я Люберецкая школа отмечает 80-летний юбилей. Для кого-то такая круглая дата – закат. Но для педагогов это только начало профессионального и творческого пути. Поздравить учителей и детей приехал Владимир Ружицкий. Друзья мои, мне, конечно, приятно здесь у вас быть, говорить слова. И вы сегодня, я так думаю, здесь, я смотрю, есть и бывшие ученики школы. Есть возможность сегодня поговорить, обменяться мнениями, вспомнить былое. Вспомнить детство и поздравить любимую школу пришли и выпускники прошлых лет. Взрослые, состоявшиеся люди. Я выпускница этой школы 1985 года. Пришла сюда как раз учиться в новое издание. После откончания школы я осталась здесь работать старшим пионер-важатым, потом учителем истории и общества знаний. Преемственность поколений – одна из традиций, которую бережно хранят в 11-й школе. У нас уже традиция собираться большим дружным коллективом, где не только ныне действующие преподаватели, но и ветераны, педагоги-ветераны, а также, конечно же, наши любимые выпускники. Десятиклассница Мария Кузищина отучилась в 11-й школе всего год, но уже приобрела здесь ценный багаж, который планирует взять во взрослую жизнь. Раньше никогда не на видеалгебру в этой школе полюбила. Стала понимать, химию полюбила в этой школе. На самом деле, здесь очень хорошие ребята. То есть, социально я буду подготовлена к будущему. Юбилярам принято говорить добрые пожелания, но еще одна традиция – слова благодарности. Наша школа очень активна и всегда принимает участие в различных движениях. И она дает нам очень много возможностей пробиться куда-то, попасть и показать себя. Я хочу выразить огромную благодарность от себя, от моих одноклассников и от всех учеников этой школы. В честь юбилея у школьников был сокращенный учебный день. Всем не терпелось собраться в актовом зале, где и происходил праздник. Воздушные шары, яркие выступления учеников и цветы – все это останется в памяти детей и взрослых. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Ну а теперь о спорте. 15 девушек из Люберец представили свои номера на всероссийском турнире по художественной гимнастике, который прошел во дворце спорта «Триумф». Он продлился три дня. Это уже третье подобное соревнование, которое принимал наш округ. Около 300 гимнасток из 35 городов России приехали в Люберце побороться за кубок заслуженного тренера СССР Марии Лисицан. Данное мероприятие по праву можно назвать основным стартом в спортивной карьере детей. Идет смотр участников из разных городов и выявляются лучшие. Традиционно гостями мероприятия стали первые лица округа. Я думаю, что вот этот открытый чемпионат по художественной гимнастике – это уже традиция Люберецкого района. Это надо выходить на какую-то орбиту. Для всех победителей я вас с этим поздравляю. Всем удачи! Оценивают номера жюри, в состав которых заслуженные спортсмены и тренеры со всей России. У нас идут открытые первенства Люберецкого района, где участвуют дети, начиная от самого старшего возраста, от программы мастеров спорта до самых маленьких 2012 года. У нас соревнования будут проходить как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях. Мария Алонсо представляет город Тверь. Ей 12 лет. С шести лет она соревнуется и уже имеет несколько кубков и множество наград. С этого года спортсменка выступает как кандидат в мастера спорта. Как признается участница, свои номера она выбирала соразмерно темпераменту. Так жгучая полуиспанка представит судьям свой любимый страстный номер с обручем. Мне очень нравится это упражнение. Правда, оно сложное, но я постараюсь его хорошо сделать. И я буду выступать мяч. Эта композиция будет более нежная, плавная. Кроме того, участники выступят с такими предметами, как булава и ленточка, которые служат визитной карточкой на соревнованиях по художественной гимнастике. Несмотря на кажущуюся легкость в исполнении, этот предмет очень капризен и требует особого подхода. Это один из самых сложных предметов. Называется он лента. Длина ее порядка 6 метров. Она работает по принципу непрерывной работы и не должна касаться пола за все время вот этого кручения. Соревнования продлятся три дня. По итогам соревнований судьи выявят шестерку победителей в каждом разряде. Следующий турнир пройдет в триумфе в октябре. Это будут детские отборочные соревнования среди младшего возраста на первенство России. Мария Кузьмичева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. И в продолжение спортивной темы. В рамках спартакиады «Олимпионик-2018» прошли соревнования по гандболу среди девушек. На них приехали ученицы из либеретских школ. Всего же за выход в финал поборолись шесть команд. Шесть команд по семь игроков в каждой сражались за выход в финальный этап игр. Вообще это относительно новый вид спорта в России. В нем собраны некоторые элементы баскетбола и даже футбола. Но девушек, главных участниц соревнований, это привлекло еще больше. Мне понравился этот вид спорта. И я хоть им не занимаюсь, но я хочу продолжать дальше. Участниками соревнований по гандболу стали ученицы девятых и одиннадцатых классов люберетских общеобразовательных учреждений. По результатам игр победители поедут защищать честь округа уже на областных соревнованиях. Надо сказать, что вид спорта очень интересный, динамичный. Но в этом году это у нас, как бы сказать, пробный такой вид спорта. До этого ни разу не участвовали. И для популяризации этого вида спорта решили в этом году устроить соревнования. Если соревнования у нас приживутся, то будут устраиваться каждый учебный год. 27 апреля пройдет еще одна игра, где команды, занявшие первые места, а именно в первой зоне школы номер 10, во второй гимназии номер 16 и в третьей зоне гимназии номер 20, уже сразятся за первое, второе и третье место. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Перейдем к событиям в культурной жизни округа. Участников пасхального фестиваля наградили в Люберцах. Конкурс проходил с 6 по 26 апреля. В его рамках воспитанники школы и учреждений дополнительного образования представили свои проекты. Смотрим далее. Светлый, добрый, творческий, радость светлой Пасхе традиционный фестиваль, который ежегодно объединяет творческую молодежь округа. С праздником гости мероприятия поздравили организаторы конкурса и приглашенные гости. Завершается пасхальный фестиваль в нашем Люберецком округе, но праздник Пасхи продолжается. И пусть радость праздника укрепляет всех нас на наших жизненных путях. В день закрытия на сцену вышли лучшие ребята, которые в рамках конкурсной программы, прошедшей в апреле, проявили свое мастерство. А после награждение победителей. Это и участники конкурса хоровых коллективов «Перезвон». 17 апреля в нем поучаствовали 250 вокалистов из семи коллективов округа. И организаторы благотворительной акции «Коробка храбрости» – ученики 16-й гимназии, которые собрали подарки для анкобольных детей. Особенно организаторы фестиваля отметили участников конкурса «Пасхальное яйцо». Школьники своими руками оформляли главный праздничный атрибут. В этой творческой работе задействовали 102 ученика из 10 образовательных учреждений городского округа. Я сделала большое пасхальное яйцо на подставке. Оно имело очень много разных цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый. Соединяла несколько цветов одновременно, делала разные узоры. Когда я делала эту работу, я почему-то думала о этом празднике. У меня как-то очень сильно поднималось настроение. Я понимала, что я это делаю с душой. Всего в пасхальном фестивале поучаствовали более 500 ребят. 50 из них стали победителями в разных номинациях. Анна Троян, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. Ну и в завершении выпуска в Люберцах прошел фестиваль-конкурс молодых стилистов «Весенний вернисаж». Подростки показали свои умения в искусстве причесок, визажа и создании законченного образа. На мероприятии, которое проходило в недавно открывшейся картины галереи, побывала наша съемочная группа. Люберецкие школьницы и по совместительству ученицы Центра социально-трудовой адаптации и профориентации показали свое мастерство в искусстве стиля в рамках конкурса фестиваля «Весенний вернисаж». Он проходит уже в 11-й раз, но организаторы всегда готовят для участников насыщенную программу. В номинации у нас будет несколько. Первый – это фулл-фэшн-лук, это модный образ, который будут представлять ученицы по тенденциям весна-лето 2018 года. Также это будет парикмахерское искусство, это будет театр причесок, постежоры. Другие номинации, в которых подростки стараются продемонстрировать мастерство – фантазийный макияж на тему «Алисы в стране чудес» и образ звезды. На подиуме дефилируют Мерлин Монро и Чарли Чаплин, Алла Пугачева и Верка Сердючко, Леди Гага и Майя Плесецкая. Конкурс проходит при поддержке администрации городского округа Люберцы. Парикмахерское искусство, искусство визажа – это такая тема, которая может не в каждом муниципальном образовании есть и развивается. А у нас, поскольку есть и соответствующие педагоги, есть ребята, которые этим увлекаются, то мы считаем важным поддерживать это направление, проводить вот такие конкурсы. На выполнение вечерней прически в ретро-стиле отводится всего 45 минут. За это время нужно успеть продумать весь образ и сделать укладку. Прическа называется «Улей». Это историческая прическа. Раньше, в 60-е годы, эта прическа была очень модна. Самая зрелищная часть программы – дефиле моделей в образах с использованием постежорных украшений. Все конструкции на головах девушек сделаны из натуральных и искусственных волос. Постеженное дело люди знали еще за много лет до нашей эры. Фестиваль не зря проходит в помещении картины и галереи. Парикмахерское дело и мастерство макияжа сегодня становятся новым видом искусств. А стилисты используют в работе самый сложный холст – человеческое тело. Александра Томей, Александр Осеев, телеканал ЛРТ. Ну что ж, это была итоговая программа на телеканале ЛРТ. Напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на наших страничках в социальных сетях. Не забудьте подписаться. Встретимся снова уже на грядущей неделе. Ну а пока я, Наталья Григорьева, желаю вам всего доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин